Традиционно весенний призыв в армию стартует 1 апреля и продолжается до 15 июня. Явиться в военкомат в этот период обязаны все, кто попадает под категорию срочников. 11-классник Илья Иванищев вместе с другими призывниками проходит медицинскую комиссию. Для него, как для сына десантника, служба в армии, как школа взросления. А его отец – настоящий пример воинского патриотизма. У меня папа всю жизнь прослужил в Суворовское училище, ушел, получается, 16 лет. Потом в военное училище, потом в армию и потом в полиции служил. На данный момент уже на пенсии, ну, полковник на пенсии. Для парня больше проходит, потому что из парня делают мужчину. И все-таки ты приходишь уже более мужественный, и у тебя есть какие-то планы на жизнь, и ты уже понимаешь, если тебе понравилось быть военным, то почему нет, иди в органы спокойно и служи дальше. Его одноклассник Александр Грицкевич отдать долг родине планирует после обучения в медицинском вузе. Сейчас он готовится к поступлению в институт. Срочной службы юноша не боится. Вообще я не против воинской службы, но все-таки надеюсь поступить на высшее образование. Если после окончания вуза меня призовут, то я спокойно отслужу. Я не считаю это каким-то сложным делом. Не отказываюсь от службы, если призовут, то пойду. Если какая-то чрезвычайная ситуация, то я точно так же не против куда-то поехать. Долг есть долг, его надо отдавать. А вот определиться с родом войск новобранцы могут еще на первых этапах медицинского обследования. Если у призывника к моменту службы есть запас определенных знаний, хорошее здоровье, то его желания обязательно учтут. Срочную будущие защитники родины проходят на территории нашей страны в течение одного года. Призывники направляются для прохождения военной службы. Сухопутные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, а также морской флот и спецподразделения. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, так как туда привлекаются военнослужащие и офицеры, только военнослужащие по контракту. Если у медиков не останется сомнений в пригодности новобранцев, будущих солдат отправят на сборный пункт. Перед этим каждому призывнику выдадут памятку, в которой указаны рекомендации по сборам. А по всем интересующим вопросам весенней призывной кампании можно позвонить по телефону 3 11 76.